Продолжение следует... С большой мечтой. Да, и вот, мечтая, я домечтала из-за того, что в моей жизни не хватает кукол. Никаких-то там интерьерных, которые посадил, а они сидят такие гордые. Так пыль только протираешься. Да, пыль протираешь, много забот и хлопот. А мне захотелось таких кукол, которые могут тебя отвечать, с ними играть, оживлять их. И я стала искать людей-единомышленников, кому это интересно. И в наше время, где все настолько технически подкованы, каждый ребёнок идёт с айпадом, с телефоном. Какие куклы? О чём вы говорите? Покемонов ловят. И оказалось, в наше время это такая архитяжёлая задача, что когда мы здесь делали мастер-класс, люди пришли, потому что их пригласили, и они пришли за уважение, не от того, что они хотели. И это ясно оказалось в этом проекте самым сложным, найти людей, которым это интересно. Миша, вот скажи, как ты попал на проект? У меня выбора не было. Да? Не оставалось, собственно говоря. Я пришёл на проект, потому что я хотел показать его своему сыну. Я хотел открыть для него что-то новое. Я хотел, чтобы у нас было совместное увлечение. Поэтому я пришёл в этот проект. Я знал, к кому я иду. И я рад, что мы поработали вместе ещё раз. Спасибо. Вот. Всё случайно в этой жизни у меня как-то складывается. О чём-то, конечно, мечтаю, но что-то само так приходит, видимо, на подсознательном уровне. Это был новый опыт, и он открыл мне ещё одну сторону творчества такого необычного. Мы ведь привыкли, что это живопись, музыка, что-то ещё там, кинематограф, скульптура. Театр. Да, театр. А тут, с одной стороны, я помню, мы в детстве ходили каждое воскресенье в кукольный театр. Ну, не каждое, может быть, через два. И это так отложилось в памяти. Ты помнишь таких кукол на ниточках, помнишь кукол на перчатках. Я даже с сестрой ходил, с младшей водилой в кукольный театр. И это вот там вот осталось, в твоих чертогах разума, где-то там давно-давно-давно, вот в этих пыльных воспоминаниях. И тут раз, нежданно-негаданно, ты встаёшь уже напротив зрителя. Всё это было... Никогда не задавался мыслью, кто это делает. Только, может быть, задавался мыслью, кто там под стволом сидит в эфилии Степашки. А тут раз, вот пора становиться туда и заинтересовывать вот этого малыша, чистого, светлого, который тут же враньё распознает, тут же поймёт, что ты играешь или то, что ты думаешь не так, как твоя кукла. Сделал фотографию во время первой половины спектакля, когда открылся занавес, когда дети увидели это всё. Такая интересная фотография, открытые рты, заинтересованные глазки такие маленькие. Они там, наверное, слова-то не выговаривают толком. Но это интересно, это здорово. И новый опыт. Я сейчас понимаю, что практически ни у кого из моих сверстников, практически ни у кого из тех, с кем я учился, может быть, в школе, в университете, там, пенал мячик в одном дворе, нету этого опыта. И от этого ещё интереснее, то, что ты попробовал то, что другие не пробуют. Ну, для меня это стало интересно не до, а стало интересно в процессе. Благодарю руководителя за это и отдаю должное, снимаю шляпу. Театр, вот просто удивление заключается в том, что тот, кто делал эти куклы и декорации. Вот некоторые куклы выступали буквально несколько минут. Некоторые декорации стояли только несколько минут на сцене. Да? Я бы только смог. А готовились они 7 месяцев. А если мы посмотрели по чистому времени, например, там... То они золотые просто. Да, то они готовились 7 месяцев, но они стояли, это эксклюзив. И вот всё, что происходило, оно было настолько эксклюзивно, оно практически уже больше неповторимо. Его и повторять незачем. Каждый спектакль, он эксклюзивен. И в этом его ценность. Он может быть повторяться, но он уже не будет таким же, конечно. Я просто хочу поблагодарить свой коллектив, который мне довелось встретить на своём жизненном пути. Я благодарна судьбе, что у меня была вот эта команда из 8 человек. И каждый человек, он просто настолько самобытен. Он сделал этот спектакль. Любой проект делают люди. Ну или пытаются делать. Да, и вот именно какие люди в этом проекте и зависит, какой будет проект. И мне посчастливилось то, что это были настолько уникальные люди в этом проекте. Многих я просто говорю, что они кукольники. Они не знали, что они кукольники, но они кукольники. Люди, которые никогда в руках не держали куклы, взяли и начали ими водить их, как будто они всю жизнь занимались этим. Например, Миша такой, Алекс вот такой. И причём были такие куклы, которые... Там ещё кукол-то не было практически до конца готовых. Они как-то ещё в процелах шли, 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 шли. С верёвочками, наверное, стороны. Да, да. Ещё были и верёвочки, ещё кистей не было и так далее. В любом случае, проект, мне кажется, выполнил свою задачу. Он был нацелен на то, чтобы создался коллектив, чтобы мы показали свой спектакль зрителям. Зрители были. Я считаю, что проект удался во всех своих направлениях. Куклы сделаны, спектакль пройден, зрители были довольны. Вышли там, обсуждали, маленькие зрители, там кто-то что-то сказал. Поэтому я думаю, что мы получили такой счастливый, хороший опыт. Все. Проект будет жить. Проект будет жить, я думаю, конечно.